Адресная помощь. Ее в виде продуктовых наборов получают многие категории граждан, в их числе пожилые люди старше 65 лет с ограничениями по здоровью. Уже доставлено более 14 тысяч наборов в списке нуждающихся и жителей Чебоксар. От всей души желаю вам крепкого здоровья и примите, пожалуйста, продуктовый набор в качестве скоростной помощи в эти тяжелые, трудные времена. Еще в начале режима ограничений по инициативе в Рио главы Чуваши Олега Николаева был создан Республиканский волонтерский центр. В него вошли многие общественные организации, волонтеры-медики, волонтеры-победы, православный волонтер. Не остались в стороне и студенты чувашских вузов. Полина стала волонтером год назад. Хочется помогать людям, особенно сейчас, в непростое такое время, в пандемии. Мы стараемся, конечно, у нас очень много работы, мы понимаем, что мы очень нужны и люди нас благодарят. Я считаю, что это очень почетно быть волонтером. Особое внимание тем, кто даже в обычное время нуждается в поддержке. Это инвалиды и пожилые люди. В наборе все самое необходимое. У нас в продуктовый набор входит манная крупа, печенье, конфеты, макароны, а также душонка, молоко и мука. Люди нас очень благодарят, очень рады, что мы помогаем. Очень много на самом деле сейчас одиноких бабушек, пожилых людей, правда одиноких. И вот мы приезжаем, и они так просто, ну такой вот трогательный момент, потому что они готовы нас чаем напоить, нас обнять, очень хотят пообщаться. То есть потребность в общении очень острая. Но нам по правилам нельзя даже в квартиру заходить, поэтому мы строго не заходим. Но они очень-очень-очень рады. Волонтерская работа многофункциональная. Ребята участвуют в рейдах мобильных групп, привозят по заявкам продукты и лекарства. А после снятия ограничений у них останется очень ценный опыт совместных действий в чрезвычайных условиях. Валерия Друженец, Андрей Шоклев, Республика.